друзья доброе утро меня зовут максим на канале алания жизнь без купюр сегодня у нас такая интересная тема как банановый бизнес все ли так просто в этом банана можно ли сидеть на жопе ровно и получать какие-то серьезные десятки тысяч десятки тысяч евро до банана мы знаем я не буду говорить что это растение трава бла-бла-бла и так далее вы сами все без меня прекрасно знаете да есть открытый способ выращивания бананов а есть закрытый способ выращивания бананов именно в теплицах теплицах созревание происходит почти за два раза один год и поэтому доходность этого бизнеса конечно же она выше и сегодня друзья в этом выпуске мы поговорим именно об этом о всех нюансах с которым вам придется столкнуться в этом нелегком простом фермерском деле итак друзья мы находимся с вами время 10 часов утра мы находимся с вами в районе демертаж буквально восьми километрах от побережья я приехал к своему другу посмотреть на его плантацию и рассказать вам о некоторых нюансах что вас ждет когда вы держитесь в этот достаточно непростой высокодоходный до достаточно непростой бизнес первую очередь друзья очень много зависит от выбора участка где он находится близко к морю высоко в горах и так далее также очень важно обращать внимание на расположение участка относительно сторон света относительно наклона бессловно это должен быть скорее все это южный склон здесь чем выше горы тем урожайность меньше тем тебя расходы больше почему потому что в случае вам придется теплицу это отапливать чем ближе побережье чем она ниже тебе словно земля дороже но и урожайность безусловно там будет выше второй момент который стоит вам обязательно обращать внимание друзья это сколько уже лет теплицы либо сколько лет земли на которой выращиваться бананы почему потому что земля плодородной земли она не бесконечна если уже вы присмотрели с теплицы а там уже лет 10 как выращивать бананы друзья то безусловно вы должны быть готовы к тому что вам придется проводить глубокую чистку скорее всего может быть срезку деревьев заказывать новый посадочный материал также друзья обязательно проблема с водой да конечно у каждой теплицы как правило есть своя скважина есть свой депо депо это куб квадратный бетонный куда заливается наполняется вода летом даже скважины воды мало поэтому всегда будьте готовы к тому что вам придется будет до заказывать воду стоимость 20 тонн воды с доставкой от 500 до 1500 турецких лет вы тоже должны об этом думать и это тоже учитывать электричество друзья конечно все должно быть электрифицированным почему потому что электричество работает и проветривание теплиц и подача воды и насосы и освещение все что с этим связано если допустим банан не поливается три-четыре дня все хана вашему бананах она вашему бизнесу поэтому здесь она четко понимать и быть всегда на чеку бывает аварии шторма зимой еще что-то слышим насос взял мешает сейчас наполняется случае отключения электричества в любом случае вы должны решить этот вопрос оперативно да вы должны поехать заказать генератор там от 300 лет в сутки на самом деле привести чтобы полив как у вас был запланирован да как у вас было запланировано открытия жалюси поддержания влажности определенного температурного режима в теплице так оно должно и продолжаться на протяжении длительного длительного времени когда созревает ваши бананы следующий момент почва друзья она должна быть слабо кислой вы тоже должны прежде чем в ядовство бизнес вы должны обязательно следовать почту почву взять пробы грунта в разных местах отвести ее на экспертизу и посмотреть что вам скажут что хватает что не хватает пригодна нам или либо непригодна на для занятия земледелем именно этой культуры следующий момент друзья это работники к этому подходить надо очень серьезно почему потому что жаркий район до ленится ленивые иногда бывает работники бывают менее ли не вы работе всех надо погонять опять же условия труда в теплицах они достаточно серьезно это жарко повышенная влажность и как правило 45 часов с утра люди работают а потом после четырех там еще там два-три часа но обязательно должен быть контроль вы должны обязательно следить за этим также визуальный просмотр прополка рыхление полив сборка уборка территории и так далее все даже четко почему потому что если правильно не видеть следить за территорию тут появлялись какие-то гнилостные процессы до закисание муравьи паутины и 5 5 10 в итоге урожайность ваша будет снижаться поэтому отношение к выбору работника непростое хлопотное дело сейчас мы находимся вот на такой площадке друзья это депо под воду до депо под воду но каждый плита должен быть свой резервуар воды водичка работает насос сейчас он не работает работает насос набирается и потом с помощью насоса вот по таким большим пластиковым трубам все это идет буквально в каждую теплицу также здесь присутствует здесь такой специальный аппарат которым смешивается удобрения в определенных пропорциях тут и фосфаты добавляют любом случае бананы какие-то там калийные удобрения все это смешивается и подается в резьбу в резервуар полив происходит один раз в сутки проливается на протяжении получаса и в принципе все этого достаточно время друзья тоже должны знать что должно быть удобрение вы должны знать что поливать что вносить почему потому что я сейчас только что вам показывал куда вносится удобрение размешиваться который потом попадает в депо это и фосфаты это калийные удобрения вы тоже должны в этом понимать это тоже затратная часть помимо удобрения которые поступают систему капельного полива также удобрения которые я сказал они называются такие удобрения как гупра да непонятно что-то высохшая торф еще что-то чем свят абсолютно без запаха но это является удобрением тоже 1 месяц друзья вы должны тоже делать подкормку рыхлить и так далее опять же друзья да как банан срезали вы тоже должны правильно сдать это банана это не в каждом пункте вы должны обзвонить до специальной организации который принимает бананы и даже на еще раз я вы должны присутствовать обязательно при срезе вы обязательно должны присутствовать при взвешивании почему потому что разница в приеме может быть доходить до лиры разница у одного до 2 опять же какой момент вам деньги выплачены где ты по выплачивать сразу деньги а некоторые до по выплачиваем деньги после реализации своих продуктов вашей продукции chase какие-то сети через две недели удобного мы тоже неудобно то есть тоже надо смотреть опять же повторюсь да когда срезается бана вы должны присутствовать четко вы должны сами говорить что какой бы она на срезать почему потому что какой-то банан может повисеть еще неделю дать лишние 5-10 килограмм а это ваши деньги а кто-то просто там до пришел у вас нету пришел срезу дай бог с ним что посчитали вам там 20-30 килограмм хотя реально грозь может тянуть и на 50 и на 60 килограммов поэтому очень важно друзья самостоятельно контролировать весь этот процесс конечно друзья многие процессы здесь автоматизированы примеру мы сейчас видим распределить счет который отвечает тут стоит автоматика который отвечает за проветривание теплиц здесь у нас находится щечки а здесь у нас находится автомате который отвечает за полив за полив откроет не буду показывать не буду здесь рядом стипpiei находится маленькая такая халабудка заходить тоже туда не а сейчас мы с вами пройдемся внутрь теплицы и посмотрим как это все выглядит когда подача воды она началась все трубы идут через определенные фильтра до два фильтра резиновой прокладки и такой может быть у кого дом есть друзья фильтра которые идут из скважины перед тем как попасть в систему водоотведения дома проходит система фильтрации да он по такому же принципе это сделано раз две недели надо это все опять же это надо следить почему потому что подается через полив и удобрения и какие-то препарата препараты от муравьев от ли еще каких-то вредителей все подается фильтры за фитера забиваются раз в неделе это надо смотреть обязательно но вот друзья мы сейчас с вами оказались в теплице давай сейчас походим посмотрим я обращу ваше внимание на очень важные моменты с чем вы как будущий инвестор либо не инвестор либо как магнат банановый столкнетесь и вот эти все нюансы должны обязательно учитывать прежде чем ходить в этот бизнес так выглядит банановые плантации именно внутри что мы здесь видим друзья мы видим как правило несколько деревьев одно большое дерево все вы знаете что они размножаются вегетативным способом то есть идет от 1 тросточек детка грубо говоря основной ствол основной ствол детка вырастает перед этим банан уже отцвел его через месяц наверно уже срезают либо валят как угодно смотрите он в руку весь превратился вообще очень спокойно вот это вот маленькая деточка которая отросла через три месяца будет также такой же как вот это большое огромное дерево очень интересно вот эти детки которые рядышком растут до их надо на самом деле удалять чтобы они забирали лишнюю воду и чтобы рост растений был полноценным что у нас есть у нас здесь есть капельный полив а также есть вертушки да друзья посмотрите какие бананы какие большие грозди да это еще рано они висят им еще месяц наверно зреть но груз будет наверно килограммов 50 60 вот эта гроздь смотрите друзья я думаю что уже может быть через неделю ее можно будет срезать банана все срезает зелеными это единственная ягода даже не побоюсь слова да действительно ботаники называют это ягодой она будет дозревать скорее всего в дороге везде проложены пластиковые трубы везде все регулируется открывается закрывается это очень интересно на самом деле побывать смотрите они как бы расположены как бы в таких грядках как бы таких низинах постоянно идет удобрения да давайте посмотрим что такое коричневая высохшая какая-то даже без запаха да и такое удобрение которым бананы подкармливаются скорее всего но не скорее всего тот общаясь ребятами да где-то раз в месяц называется гипреп турецкий состав не могу вам сказать но какой-то непонятно высушена какая земля какая-то смесь торф еще с чем-то сейчас 10 часов утра и я чувствую что уже испарина выступил на лбу влажно здесь достаточно высокая ну и тепленько также друзья зимой смотрите у нас здесь есть печка который просто нагревается и вот эти теплые трубы они тоже нагреваются они разведены по всей теплице несколько лет эту теплицу уже не отапливают потому почему потому что в принципе достаточно температурного режима но если какие-то заморозки либо еще какие-то аномальные вещи здесь вот есть печки который нагревается и тепличка отапливается вот настал примеру созрел банан у нас его надо срезать вы должны сами определять на какой стадии находится банан срезать его сразу или нет почему потому что вот примеров до баран который увидите он еще не дозрел ему еще спеть наверное один месяц а допустим недобросовестный управляющий можешь срезать его сразу в итоге срезав такой грозь в недополучие килограммов 20 почему потому что я вижу что это огромная гроздь я думаю она килограммов 50 будет точно через месяц но это бабушки не ходить почему я говорю мое мнение что такой бизнес на аутсорсинг отдавать нельзя потому что присутствовать надо каждый день каждый день смотреть раз в неделю наверно раз две недели обязательно рыхление почвы под бананами почему потому что воздух питательные вещества должны поступать корням а если дерево хорошо питается значит и урожайность тоже на самом деле высокая обязательно надо чистить срезать старые стволы здесь мы увидим как они складируют да буквально это уже вот листья которые лежат уже наверное месяцев 8-9 на самом деле это тоже удобрение ну потому что да еще полгодика не полежат они превратятся в такую труху потом это же к виде подкормки раскладывают под бананами паучки есть друзья змеи тоже здесь есть видели такие большие экземпляры поэтому ходите внимательно шумите что вся гадина у ползала друзья но если дорогие мои но если поговорить о производитель с бананов сколько конечно вырастает вот гроздь которая перед нами висит смотрите она еще будет зазревать недели три минимум и судя по количеству ягод ну по количеству бананчик это будет минимум 60 килограммов опять же нельзя сказать сколько это будет 20 килограммов либо 30 килограммов либо 40 килограммов либо 50 килограммов бытует такое мнение что допустим 1 урожай почему там 20-30 килограммов 2 там допустим детка вышла да и на на детке будет больше количества килограмм чем допустим на материнской деле нет абсолютно это не связано друзья все это связано именно с уходом с удобрениями удобрениями здесь есть я уже сказал выше об этом а полив ну конечно температурный режим то есть итог итог какой итог такой что для выращивания бананов недостаточно теплой погоды теплицы и воды а здесь масса 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 нюансов который будет влиять на урожайность вашего детище это удобрение это и рыхление польши вы это и полив это световой режим да друзья световой режим тоже очень важен здесь еще раз повторюсь что вместо расположения теплицы относительно сторон света тоже очень важный фактор удаленность от моря выше в горах ниже горах это тоже важный фактор и все это надо учитывать друзья при при выборе при выборе теплицы при выборе места где вы будете строить может быть теплицу если вам интересно пишите в комментариях друзья я я подъеду в строительную компанию которая занимается именно строительством теплиц и попрошу сделать мне расчет сколько будет стоить примеру гектар если допустим покрыть гектар земли теплицей подвести свет электричество сделать автоматические открытие жалюзей которые здесь присутствуют и полностью под ключ провести капельный полив капельную воду есть интересно пишите пожалуйста комментариях я обязательно вам об этом расскажу температурный режим здесь определенно должен быть он должен быть всегда стабильный здесь всегда должна быть влажность на минимум 50 процентов все 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 эти факторы влияют друзья на на рост бананов и не просто на рост бананов а именно на качество бананов именно на производительность бананного дерева мы же знаем друзья чтобы она на дерево все-таки у нас трава деревья достигает не знаю но метров шести наверно точно до таких деревьев на открытом грунте не встретишь там они маленькие какие-то низкорослые а здесь просто идешь просто по лесу прям реально по лесу вообще то что мы сейчас выглянем в теплицу вообще это принципе считается идеальным порядком да почему ничего лишнего особо не валяется все сложено аккуратно все достаточно чисто человек который занимается это теплицы иностранец он очень трепетно относится к своему бизнесу и безусловно этот бизнес высокодоходные но друзья высадок высокодоходность заключается именно в присутствии самом непосредственном участие именно вас в этом бизнесе бизнесе почему потому что не все так просто кого-то надо погонять работников надо искать решать какие-то вопросы проблемы это надо дело все оперативно там свет выключился без через два дня через три дня бананы могут погибнуть поэтому что надо надо принимать какое-то оперативное решение надо заказа генератор подключать чтобы насос качал воду и так далее так далее так далее то есть очень много каких-то факторов нюансов да друзья это же ваше детище это же бизнес поэтому просто так сидеть на диване и получать какие-то баснословные прибыли с бананового бизнеса это все мне кажется от лукавого вот так выглядит подвязка бананов до проволока и небольшой ошейничек который держит именно вашу власть так но о том что работа в теплице она непростая посмотреть на меня я нахожусь буквально 30 минут а с меня пот уже течет ручьем это вас тоже дружья ждет мои дорогие инвесторы а вот пример примеру до срезали кисть огромную бананов привезли в депо в депо человек будет срезать где-то вот по этой части если здесь эти бананчики хорошие да они положат сверху из к одну посчитают вам определенную часть если они недостаточно будет кондицией то это срезается и за эти бананы вы деньги не получаете но эти бананы грубо говоря вы можете они хорошие они просто маленькие прекрасные я самых пробовал можешь просто сдать их в магазин там вас 101 либо еще в какую-то сеть да так сдаются грубо говоря может там 2 тонн с 3 тонн может до 100 килограммов таких срезок набрать по 4 лиры вполне принципе можете сдавать их это что же доход да по крайней мере покрывать какую-то свою расходную часть минимальную так что друзья все это очень очень непросто тут надо въебывать я не побоюсь этого русского слова на плантации и это надо делать ежедневно но друзья в этом видео я хотел обратить ваше внимание на некоторые аспекты этого непростого я повторюсь этого слова бизнеса это очень все серьезно нельзя сидеть на диване нихера ничего не делать и получать какую-то доходность нет друзья контроль контроля еще раз контроль вы должны четко сами все контролировать и должны контролировать все процессы все нюансы нюансов поверьте здесь очень много в каждой ситуации можете попасть ногами в жир до начиная от электричества заканчивая реализации вашей продукции опять же если есть какие-то вопросы пишите в комментариях подписывайте на наш телеграм-канал алания жизнь без купюр ссылки будут закрепленном сообщении а я с вами прощаюсь спасибо что смотрели задавать вопросы всего доброго и пока